какая интересная история приключилась с этой хурмой джиро в прошлом видео я показала как я срезала верхушку чтобы она проснулась наконец ну вот она и проснулась ну первым проснулся этот черенок вот он он вообще был забран в дом и на подоконнике там конечно теплее но так вот вышло что черенок первый проснулся а потом и форма короче надо ждать вот она такая тугодумка в отличие от сорта за инжир мару вот он какая облиственная всем уже инжирка дота пять черенков вот эти два побольше которые были сразу посажены в землю 5 декабря семнадцатого года вот эти три они лежали в прохладном месте не проснувшиеся спящем режиме и посажены 16 марта маленькие буду пересаживать потому что вот ну вот она маяка дота пересажены 5 черенков меня посмотрим как они будут развиваться растет быстро корневую наращивает молниеносно можно сказать и все время требует пересадки это инжир турецкий коричневый вот так он проснулся и вот у него уже такие листики и хорошо развивается так это крымский черный вот такой а это далматский белый такой у него лист так у горшочки он небольшом пока еще совсем небольшой абхазский фиолетовый вот такие листья как у молодого так это инжирчик с черенка с гора андалузии который я привезла из фестиваля из испании неизвестно есть ли там это инжирное дерево или этот смерч погубил я у меня есть детка оттуда так это инжир неизвестного сорта салоспилского ботанического сада растет ну и самые крупные инжиры их пять штук вот первый такой кустиком растет и остальные вот раз два три четыре так это инжиры выращенные семян с гран-канарий ну вот обзор всех моих инжиров на сегодняшний день так это инжирчики молодняк черенки срезанные с инжиров которые выращены семян с гран-канарий это малыши высаженные семян под номером первый, третий и вот это четвертый больше ничто не взошло я сеяла дважды осенью и весной лимон анита из салоспилского ботанического сада очень хорошо цвел завязал плоды вот раз два три это слишком много аж листики пожелтели так вот еще хорошенький такие вот большие листья у него вот такой если не сбросит здесь надо будет оборвать явно первый раз цветет и плодоносит но так много нельзя тут у меня два больших дичка один хлорозит вот я уже железом обрабатывала ну пока вот так и второй второй получше есть прирост новый тоже мощно развивается такие листья у него так это мейер вот такой вот это все новенькое наросло приехал он в декабре восемнадцатого из Сочи мандаринчик мяга волосы тоже из Сочи цвел вот один плодик остался ну один оставлю хоть он маленький вообще еще бы этому мандаринчику подрасти прям скажем апельсинки мура из Сицилии выращенные выращенные из семян так 10 февраля 18-го они посажены вот такие уже это мои кункваты они плодоносили и отдыхают набираются сил вот они вот они какие к ним подсажен молодняк для развития мегаризы так здесь всякая разная мелочь лимон лимоны помела сиенцы каламандин очень много нового прироста вот эти светлые все маленькие цвел слабо но еще маленький апельсин из Солоспилского ботанического сада кустик хорошенький но весь хлорозный что-то им не подходит кислотность почвы может быть надо проверить это моя мурайка вот это новый прирост потихоньку развивается так а в этой тепличке у меня черенки которые из Сицилии которые мне презентовала компактна Латвия посмотрим как там они кое-что уже есть интересное даже с листочками с новыми так это лимончики сицилийские сейчас посмотрим корни корешочки есть ах как я довольна не высказать сейчас посадим так это мандаринчики вот есть с листочками сейчас посмотрим корни а корней то и нет пусть дальше стоят апельсин торокко тоже корней нет тоже пусть стоит дальше только два черенка дали корни я их посадила остальные назад в тепличку ну и сеянцы апельсина мора от 10 февраля 19 года пора их тут все пересаживать вот они так укоренились вермакулите лес густой все вот и в и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»